И пошел дождь. Вот так вот бывает у нас впереди еще одна экскурсия. Сейчас будем изображать веселые лица, фотографироваться под дождем. Никто не хочет фотографироваться под дождем. Умеряй. Так вот все испортила нам погода сегодня. Так, и еще что у нас здесь? Умеряй. 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 Парижа. Я сейчас такая счастливая, что я наконец-то добралась до номера, потому что я промокла полностью. Почему-то оказалось, что у меня куртка пропускает воду, там, где швы проходят. То есть у меня внутри куртка вся промокла. Свитер, который был надет под курткой, промок. Джинсы, естественно, ноги. Я сейчас переоделась во все сухое, включила батарею. И я сейчас буду сидеть на кровати и кушать бутерброды. А потом я, наверное, пойду в Коста Кофе, который у нас вот здесь вот на углу, потому что у меня сегодня должно выходить видео, а интернет здесь настолько плохой, что я не могу даже выложить видео. А, и я сейчас вам кое-что покажу. Значит, эта штука, эта штука касается крана. Если вы вдруг когда-то увидите такой кран, чтобы вы знали, как им пользоваться. Значит, здесь с одной стороны вы регулируете напор, с другой стороны вы регулируете температуру. То есть, это не горячая и холодная. Здесь у вас получается вот написанная температура. Тут вот 30 градусов, там 38, 45. Не очень хорошо видно, здесь темно. Не знаю, почему в гостиничных номерах всегда очень темно в душевых. Вот. Значит, вот здесь вот отрегулировали температуру. А потом вот эту вот ручку крутите и здесь регулируете напор. Сильнее или меньше. Вот такая информация. Может, кому-то будет полезно. Вот. Так что настроение нулевое, потому что я очень сильно ждала эту экскурсию на Монмартр. Я очень хотела посмотреть эти цветущие клумбы, эти красивые домики, этих художников уличных. И, конечно же, так как Монмартр находится на возвышенности, хотелось увидеть вид на Париж. Ну, вид на Париж был в тумане, художники разбежались, и мы бегом-бегом по этим улицам вместе с водой. Я очень надеюсь, что в свой свободный день у меня будет один свободный день, не полный даже день, но тем не менее там будет у меня утро и день, что я смогу пойти на Монмартр. Потому что у меня на этот день вообще отложено очень много всего. Тут у меня вот, кстати, картинка с Парижем. Вот. Но я надеюсь, что на Монмартр тоже останется время, потому что я хочу там нормально походить. Я выпила целую миску кофе в Коста Кофе. И вы знаете, во-первых, у них очень большие кружки с кофе. Вот самый большой кофе, который вы берете, самый большой объем. Это огромная кружка с двумя ручками. То есть сюда можно головой нырнуть. Но их бесплатный высокоскоростной Wi-Fi не подключился. И я опять не смогла выложить видео. Так что я сейчас иду и просто все время проверяю, где у меня есть доступные, незапароленные Wi-Fi, может, возле какого-то магазина или возле какого-то ресторана, чтобы мне выложить сегодня видео. пока мои попытки не увенчались успехом. Я только на два столбика наткнулась и все. Так что буду продолжать искать дальше. А я вообще иду в Сафара. Вот этот вот маленький светофорчик снизу, который дублирует большой светофор, который часто бывает невидим водителю. Это, наверное, самое лучшее изобретение человечества. Я до этого видела такое только в Дубае. И французы, конечно, молодцы. Они по части прогресса, по части техники, на удивление, они на очень хорошем уровне. Я даже не ожидала, честно. Вот, что я вам хотела показать утром, но тут не заряжалась ни одна машина, а вот сейчас заряжается даже две. Но говорят, что вот этой зарядки вообще недостаточно. Ее хватает где-то на 40-50 километров. Но тем не менее. Народ пользуется. Нет, французы по части техники молодцы. На удивление, молодцы. Вот так вот, чтобы с мокрыми зонтиками не шастали по сапоре. Ущипните меня. Вы знаете, сейчас все пора. Я провела лучшие два часа сегодняшнего вечера. Вас ждет видео о покупках косметики. И да, я купила практически все хиты ютуба. Так что я теперь... Я не знаю, я просто очень довольна, потому что я вживую увидела очень много вещей, на которые я увидела обзоры. Я очень много пощупала, потрогала, помазюкала. Это доставляет удовольствие. Я не знаю, почему. Я очень-очень этому рада. И иду спать. Котя кофе еще действует, и мне спать не хочется, и я вот случайно краем глаза увидела, что там был H&M. Не знаю, заходить или не заходить. Наверное, не заходить. Или заходить. У меня такое впечатление, что на мой телефон наложено проклятие. Он просто ни на какой Wi-Fi не хочет подключаться. Вот он просто не хочет подключаться и все. Может быть, это знак, что мне нужно отдохнуть от интернета. Я не знаю, но я уже измучилась. Из-за того, что у меня нет интернета, я не могу ни почту проверить, ни в Skype выйти, ни видео выложить. Может быть, это знак, что мне на неделю хотя бы нужно об этом забыть. Но, в общем, мне все эти поиски Wi-Fi и вся эта морока с интернетом уже порядком надоело. Я сейчас приду в гостиницу, сяду на ресепшн, и если там не будет нормального интернета, то все, я больше не буду ничего искать, мне это надоело, мне это портит всю поездку, мне это портит. Вот только вот это меня сейчас согревает. знание того, что я добралась до Сефара и я купила все, что хотела купить. Игбин счастлив. Между прочим, дождик прекратился, практически прекратился, это не сравнить сейчас маленькая морость, это, кстати, там бомжи живут, эти двое, они там реально живут, у них там матрасы, одеяло, все там очень-очень обустроено прямо как жилье, утром они там спят. О чем я говорила? Но сейчас уже начало восьмого и я не очень хочу рисковать туда идти. Но почему-то у меня есть настроение туда идти, не знаю. кстати, по поводу этого я себе правила установила, что я не говорю по-английски пока я в Франции, мне нужно практиковать французский, потому что по-английски я найду где поговорить и не для того я еще доехала, чтобы по-английски разговаривать. Поэтому я держусь, очень хорошо держусь и что меня больше всего радует, это то, что я получаю массу комплиментов по поводу своего французского. Значит, в конце концов нашла я вай-фай. Вот почему я счастливый кемпер. Я нашла вай-фай, я разместила видео и я вообще я всем довольна. Я за 10 минут, что у меня был быстрый интернет, у меня там шкаф с вещами, у меня, кстати, порядок, мне не стыдно показать, у меня там порядок. За те 10 минут, что у меня был нормальный интернет, я успела всю. Я проверила почту, я выложила видео, я прочитала новости, которые меня интересовали. Давайте лучше так встану, чтобы было видно, что там город засыпает, просыпается мафия. Вот. Так что я сейчас буду разбирать свою сумку сефара, я буду тут чуть-чуть попискивать, повизгивать, может быть, даже не чуть-чуть. Так что вот таким получился мой третий день в Париже и хорошим и не очень, вернее, как удачным и неудачным. Я, конечно, расстроена тем, что у нас смазалась экскурсия по Монмартру, потому что это была та экскурсия, которую я ждала очень сильно. еще раз говорю. Вот. Завтра у нас опять большой экскурсионный день, опять в Париже. Завтра у нас Нотр-Дам, завтра у нас Латинский квартал, потом у нас во второй половине дня поездка в Версаль, вот. А вечером у нас экскурсия ночной Париж и прогулка на кораблике по Сене. В общем, завтра будет безумно насыщенный день, и я думаю, завтрашний день нужно будет делить на несколько видео, потому что этого материала будет много. Ну, на этом на сегодня все. Увидимся с вами в следующих видео. Всего вам доброго. Пока.